В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Верхневолжье за несколько лет планируется привести в порядок 1244 километра автодорог регионального и межмуниципального значения, а также 262 километра асфальтового покрытия на улицах областной столицы. Старт ремонтной кампании в Твери и Тверской области намечен на текущий год. Впрочем, у некоторых экспертов в области дорожного строительства существуют вопросы к перечню улиц, на которых запланирован ремонт. В частности, в него почему-то не вошел ряд объектов, которые уже давно следовало бы привести в порядок. Подробности в нашем следующем сюжете. На московском шоссе в Твери наводят последний лоск перед сдачей объекта. Здесь заканчивается ремонт, который стартовал в апреле этого года. Уже уложено новое дорожное покрытие. Это щебеночно-мастичный асфальтобетон, хорошо зарекомендовавший себя на центральных улицах города. Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории. В частности, производится отсыпка обочина асфальтобетонным гранулятом. Также продолжаются работы по подготовке к монтажу 32 новых остановочных комплексов. В настоящий момент подрядная организация укладывает брусчатку на участках, предусмотренных под установку павильонов. Работы здесь, на московском шоссе, стали лишь началом масштабной кампании по приведению региональных и городских дорог в порядок. В ближайшие шесть лет в рамках национального проекта в Твери и области будут отремонтированы сотни километров трасс. В Твери ремонтная кампания затронет все четыре района города. В апреле и мае были объявлены два открытых аукциона на поиск подрядчиков для ремонта дорог общего пользования. Так, на ремонт асфальтового покрытия в Пролетарском, Московском и Центральном районах Твери городские власти планируют потратить 553,5 миллиона рублей. На ремонт в Заволжском районе немногим более 647 миллионов. К слову, подрядчик, который будет осуществлять работы в Заволжье, уже определён. Аукцион выиграла компания АБЗ «Дорстрой». А вот подрядную организацию, которая возьмётся за ремонт дорог в трёх других районах регионального центра, ещё предстоит определить. Торги в настоящее время продолжаются. Отметим, что перечень тверских улиц, на которые в этом году выйдет ремонтная техника, достаточно обширен. Некоторые из объектов объективно давно нуждались в ремонте. К примеру, улица Веселова в Заволжском районе. Лиза Чайкиной в Пролетарском. Или Озёрная в Московском. В Твери немало и других объектов дорожной сети, которые нуждаются в ремонте. Это, например, улица Фурманова в Заволжском районе, где повсюду ямы и колдобины, Тверецкий проезд за Тверечьей или Сахаровское шоссе. Именно с него, по мнению экспертов строительной области Александра Ключкова, стоило начать ремонтную кампанию. Ведь шоссе последний раз приводили в порядок уже много лет назад. И это был лишь ямочный ремонт. Это было сделано так некачественно, что эти заплатки сразу начали отваливаться. Латали-латали быстро-напросто. И потом это всё пришло в такую непригодную дорожную трассу, что просто-напросто, будем говорить, лопается терпение. По мнению Александра Ключкова, состояние дорожного полотна здесь вполне может стать причиной аварии. Напомним, в России существует норматив, по которому выполняют дефектовку дорожных объектов. Так, согласно ГОСТу, допустимые параметры ям на дорогах таковы. Длина не более 15 сантиметров, ширина не более 60, глубина не более 5. Даже невооружённым глазом видно, что размеры некоторых выбоин на Сахаровском шоссе существенно превышают эти цифры. А потому, если яма, не отвечающая требованиям ГОСТа, станет причиной аварии, то автовладельц вправе рассчитывать на денежную компенсацию. Это просто ехать невозможно. Это лавируешь просто между всеми. А если на маленькой машине попал, то остался без колеса однозначно. Однако ремонта на Сахаровском шоссе в этом году можно не ждать. Перечень дорог, включённых в план, его нет. При этом работы планируются на десятках километров трасс регионального и межмуниципального значения Тверской области. Так, в 2020 году продолжатся работы на автодорогах Тверь, Бежеск, Весегонск, Устюжно, а также Осташков, Сележаров, Ржев и Торжок, Осташков. Контракты на их ремонт заключены в 2019 году сроком на два года. На некоторых объектах ремонт уже идёт. На ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области направлено более 3 миллиардов рублей. Это средства областного дорожного фонда. Дорожные работы в 2020 году начались в апреле, завершаться в конце строительного сезона. Уже завершена реконструкция автодороги Москва-Рига-Хорошего, которая ведёт к Ржевскому мемориалу советскому солдату. Высокой степени готовности автодорога Твер-Ржев. Дорожники отремонтировали 43 километра. Всего же в 2020-м дорожные ремонтные работы пройдут на 480 километрах региональных трасс. Средства на это уже предусмотрены. Общий объём регионального дорожного фонда в настоящее время составляет свыше 11,5 миллиардов рублей. Даваем, что на этой неделе на совещании, которое провёл глава региона Игорь Руденя, им были определены основные задачи в дорожной сфере. В программу дорожно-ремонтных работ были включены и дополнительные объекты. В частности, был рассмотрен вопрос о проведении проектно-изыскательных работ и ремонта мостовых сооружений в Вологовском, Торжокском, Калининском, Ромешковском районах, Кашинском и Вышневолодском городских округах. Кроме того, в ряде муниципалитетов запланировано обустройство остановок общественного транспорта, линий наружного освещения, площадок для стоянок транспорта, комплексов фото-видеофиксации. О ходе ремонтных работ на дорогах нашего города и региона мы обязательно расскажем в наших сюжетах.